Здравствуйте! Как проходит год театра в Самаре? Каким премьерным спектаклем надо уделить внимание и как в целом развивается современный театр? Об этом говорим и в нашей студии директор Самарского художественного театра, театра витражи Алла Набокова и режиссер-постановщик Денис Малютин. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, какие у вас новости последние? Как вы провели сезон отдыха для театра? Был ли он чем-то наполнен для вас до того, как вы открыли уже новый театральный сезон? Вообще год театра для нас проходит очень активно, много очень важных для театра и ярких событий. А почему так? Чувствуется поддержка? Или это ваша инициатива, ваши стремления? Это все в целом. И поддержка чувствуется, да, поддержка, безусловно, чувствуется, что это год театра. И наши стремления, конечно, тоже чувствуются. И в сезон отдыха, я думаю, вы намекаете, наверное, на нашу поездку. В Болгарию. В Болгарию, да. В солнечную. Это было одно из замечательных событий этого года для нас. Опять же, спасибо за поддержку. И мы смогли поехать на фестиваль «Театр-фест» в Болгарию со спектаклем «Аленький цветочек», который поставил Денис Малютин. Мы взяли там три диплома первых. Это за лучший спектакль для детей, за сценографию и за лучшую режиссуру. Вот. Теперь нужно перейти, наверное, к Денису и спросить, как вы начали сотрудничество с Самарским художественным театром? Что вас привело? Вы не местный товарищ. Да, я не местный. Приглашенный, поэтому вот интересно. Ну, так сложилось, что мы познакомились с Аллой Генриховной. Вместе наша дружба соединила дружба с Натальей Николая Полукарова и известным театральным критиком город Москва. И как-то вот мы сошлись на том, что вот, увидев мои работы, наверное, Алла Генриховна дала свое согласие на постановку в их театре именно «Аленького цветочка». Очень интересный выбор такой «Аленький цветочек». Почему-то, мне кажется, что вы не занимались детскими спектаклями. Или я ошибаюсь? Ну, вы знаете, мои практики все-таки были, конечно, постановки детские. Были детские все-таки, да, потому что, ну, давайте так скажем, у меня есть дочь, которая, как бы, хочется тоже, мне было, хотелось сделать приятное. Она всегда смотрит мои спектакли и видеозаписи даже. Вот, поэтому я, да, эта история такая немножко девчачья, но она, как бы, все-таки для, я знаю, кому адрес, адрес какой должен быть быть в этой истории. Видите, как здорово. Аксаков посвятил своей внучке, Оленьке, а Денису, дочери. А дочь видела постановку уже или нет? Она видела кусочки отрывки, да, полностью еще не видела. Полностью не видела. И ее впечатление, как вы смотрели на ее реакцию? Ей понравилось? Ей понравилось. Ну, во-первых, она всегда восторгается какими-то новыми, какими-то технологическими решениями в театре, потому что вот она много что у меня видела, поскольку она театральный ребенок, вот, много времени проводила за кулисами и так далее. Вот. То, что у нас новшество, да, это гироскутеры, которые работают, да, и джамперы, это такие прыгательные приспособления, да, у нас... Но артисты есть на сцене тоже. Да, конечно, 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 конечно. Но просто чудовище мы формируем именно вот таким, как бы, масштабным, понимаете? А, да. Поэтому вот это было для нее очень интересно. Да. Ваша вот эта режиссерская находка, как она пришла к вам, вот эта идея? Вот очень интересно. Как вы к ней пришли? От чего толкнулись? Очень сложно вам сказать, как вообще приходят какие-то мысли и идеи. А вот именно вот про это, про вот эти джамперы. Почему они должны ассоциироваться с чудовищами? Как вам это показалось, что это будет именно так? Ну, что говорить, если автор нам дает описание нашего героя таким страшным, неведомым чудищем, да, который, как бы, является такой, как бы, концентрацией всех страхов детских, понимаете, которые, как бы, могут существовать. Вот, поэтому, как бы, для меня, как бы, оказалось, что вот это чудовище, оно должно быть на таких копытах огромных и высокое и страшное. Вот, наверное, надо от этого. Как основной технологии какой-то режиссерской, прихода режиссерской мысли у меня нету. Есть определенная система, по которой мы ставим, как режиссера спектакля, но, говорю, вдохновение, оно, ну, появляется вот как-то так спонтанно, наверное. Болгарская детская аудитория, как оценила спектакль, кроме жюри. Вот реакция детей, мне кажется, она даже интереснее, чем реакция жюри. Она все сразу показывает. То, что жюри могут просто посмотреть. Дети были не только болгарские, но еще были дети из Западной Украины, из Ивано-Франковска, привозили из лагерей, детских лагерей. Зал, в общем, был полный и встречали, ну, просто замечательно. И были там еще и дети, я так понимаю, что они и отдыхали, и совмещали приятные с полезным москвичи, которые занимались съемками сюжетов. Они потом остались, да, 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 они остались интервьюировать артистов, в общем, было все очень интересно, но встречали просто замечательно. Кроме Болгарии, вы побывали еще в Москве. Что там? В Москве 7 ноября мы играли спектакль в центре, в театральном центре «Вишневый сад» на Малой Сухаревской площади. Мы играли спектакль «Чемоданчик» по пьесе Юрия Михайловича Полякова. Это был фестиваль, пьес, спектакли, поставленных по пьесам Юрия Михайловича. Фестиваль называется «Смотрины». Мы были в числе ведущих, можно сказать, театров страны, потому что там и московские театры принимают участие в этом фестивале, в том числе театр советской армии, театр сатиры, то есть это вообще крупнейшие такие театры. И мы получили диплом за блестящую постановку спектакля «Чемоданчик». Но это ставил уже Павел Анатольевич Карташов, наш художественный руководитель. От Москвы мы тоже в восторге. Это тоже свои отдельные впечатления, связанные с годом театра. И очень вообще символично, что этот фестиваль прошел именно в год театра. Вы даже с Юрием Михайловичем Поляковым там встречались. Конечно. Но мало того, что Юрий Михайлович приезжал к нам на премьеру в этом году этого спектакля, и он лично отобрал этот спектакль для участия в фестивале. И там мы тоже, конечно, встречались с Юрием Михайловичем, и он нас и представлял, и общались мы с ним, конечно, конечно. В общем, эмоций очень много. Это радует, когда театр выезжает на фестивали. Жизнь, конечно, театральная сразу оживляется. И есть вот с чем сравнивать, да, и чему поучиться, и что показать, что тоже не менее важно. Денис, расскажите о ваших планах сотрудничества с СХТ, что у вас уже есть в наработанном сотрудничестве, и что предвидится. Насколько оно эффективное у вас сотрудничество, как складывается. Быть может, есть какие-то, ну, не помехи, а там в каком-то, наверное, непонимании. И вот каждый театр – это своя кухня, свои артисты, свои традиционные уже какие-то привычки сложившиеся. Что было? Как вы? Знаете, показатель нашей деятельности всегда находится в зале. То есть зрительский успех этих спектаклей как бы позволяет, видимо, нам в дальнейшем принимать решение, что нужно сотрудничать дальше, потому что дети и родители, которые приходят на спектакли, получают большие эмоции от увиденного и говорят слова благодарности. Я считаю, что это самое главное показатель того, что наше совместное творчество с театром успешно. Ну, еще будут спектакли, раз успешно все складывается. Конечно, конечно. Мы сделали спектакль «Золотой ключик». Все-таки дочь вас на детскую режиссуру подвигает. Конечно, конечно. Очень активно. Этот спектакль мы, кстати, сделали в рамках программы «Самара. Дети. Мы разные, мы равные». То есть в нем заняты еще и детки с ограниченными возможностями по здоровью в этом спектакле. То есть основная нагрузка на профессиональных артистов, и детки тоже участвуют в этом спектакле рядом с профессиональными артистами. Ну, театр «Витражи» изначально был ориентирован на детскую аудиторию. Изначально, да? Вот большинство было, мне кажется, детских спектаклей, они были очень успешные и удачные. На детскую и семейные. На детскую и семейные. Да, да, важное дополнение. Сейчас вы расширяете такую взрослую уже аудиторию, привлекаете. Скажите, насколько это успешно? Вы чувствуете свою силу именно вот в этом сегменте? Мы чувствуем силы, мы привлекаем взрослую аудиторию, но по-прежнему планируем остаться театром для всей семьи. Будь то он в прошлом театр «Витражи», театр для всей семьи, будь он Самарский художественный театр, тоже театр для всей семьи. Потому что, ну, я считаю, что, во-первых, очень важны именно семейные просмотры. Когда мама, папа и дети разного возраста, взрослые дети, они же тоже могут пойти с родителями в театр на взрослый спектакль. И, конечно, семейные просмотры, они гораздо лучше и продуктивнее, нежели просмотры, например, коллективные, классами, школами. Хотя и это тоже нужно. То форма такая традиционная, да, она уже такая привычная форма. Поэтому спектакли для взрослых, они не исключают семейного просмотра. Спектакль «Ромео и Джульетта» – он спектакль для детей или для взрослых? Естественно, для детей, для детей уже старшего среднего, старшего школьного возраста. То есть, я так думаю, класса с восьмого. И взрослая аудитория, конечно, всем, кому дорог Шекспир, кому хочется окунуться именно в классическое прочтение Шекспира. Потому что Павел Анатольевич делал спектакль в жанре поэтического театра, не отходя от самого автора Шекспира, да. Вот в этом, наверное, и простота, и сложность, да? Конечно, это и простота, и сложность. И замечательные костюмы к этому спектаклю делала нам известная в городе и за его пределами широко известная Мария Казак. Поэтому костюмы у нас очень интересные. И я всех-всех приглашаю к нам на спектакль «Ромео и Джульетта». Премьера состоялась. Денис, а вы видели этот спектакль? Нет, к сожалению, пока еще не увидел. Но я его обязательно посмотрю, потому что он будет… Потому что интересно оценить, наверное, и работу режиссера, художественного руководителя, да, Павла Анатольевича? Конечно, конечно. Ну, раз вы не видели, у нас есть возможность посмотреть сюжет о том, как состоялась премьера, ну, а потом мы продолжим разговор. У бурных чувств неистовый конец. Он совпадает с мнимой их победой. Не осовременивать, а поставить как можно ближе к источнику. Таково прочтение известной пьесы «Ромео и Джульетта» Шекспира режиссером Павлом Карташовым. Он говорит, это лучший способ погрузить зрителя в сложную психологическую атмосферу произведения. Премьера спектакля прошла в Самарском художественном театре. И если очень романтизировать, либо наоборот осовременивать, то вы не расскажете про любовь. Но чтобы выйти на то, что присуще высокой трагедии, политики мало. Нужно цеплять струны, отвечающие за любовь, а это уже поэтический театр. Формат спектакля – поэтический театр. На сцене минимум декораций, динамика в игре актеров, костюмы средневековые. Атмосфера той же эпохи – страсти, интриги, ощущения близкой беды. Спустя короткое время между сценой и зрительным залом пропадает невидимый барьер. Постановка полностью поглощает зрителя. Спектакль сам по себе с очень глубокой атмосферой, и он очень хорошо погружает в себя. Я считаю, что это важно. Зрители смотрели постановку не отрываясь, а это главный успех любого спектакля. Когда будет следующий спектакль «Ромео и Джульетта»? 6 и 8 декабря. 6 и 8 декабря. Начало декабря. Ну, я так думаю, что вы ориентируетесь уже на Новый год. Что можете сказать? Какие-то новогодние будут? Опять же, детские сказочные спектакли. Конечно, будут. Но перед Новым годом нас ждет еще одна премьера. Да. Очень интересно. Заинтриговали. Наверное, Денис приложил к этому руку и режиссерский свой талант. Да, это так. Будет спектакль «Остров сокровища». Такой. Не для маленьких детей, а вот для мальчиков, которые, ну вот, скажем так, у нас ценз на 6 плюс, да? Вот, видимо, вот этот. От 6 и до. От 6 и до. До 25. Да, так вот прям на мальчиков вы сделали такую ставку. Интересно будет мальчикам больше, чем... Она история-то мальчишеская. Мальчишеская. Это история возросления Джима, понимаете, Хоккинса, который как бы вот мечтал о романтике моря, пиратства и всего вот этого. И как в результате чего он добился, как он вырос, как он повзрослел, как он стал настоящим мужчиной. Вот про это история. Поэтому мальчики будут обязательно заинтересованы в том, что и в просмотре нам плюс еще мы делаем действительно серьезный сценический бой. У нас будут драки на шпагах, на саблях, выстрелы. В общем, такой боевик. Ох, как интересно. Ну, боевик, да, привлечет, конечно, мальчишеская аудитория, это 100%. Какие еще находки? Вопрос такой, как вы используете современное? Вот все, что в нашем мире творится современного, технологичного, новаторского, цифрового, вот что-то вы используете в театр, приносите вот в это живое искусство? Ну, конечно, конечно. Любой театр не должен стоять на месте, должен идти в ногу со временем, потому что театр должен быть актуальным для своего времени и поколения. Поэтому я считаю, что это очень важно и нужно театру совершенствовать свои технологические возможности путем любых 3D-компиляций, видеомейпинга, которые сейчас существуют не только в театре, но и в кино. Вообще театр это синтез, понимаете, всех видов искусств, поэтому я считаю, что это та площадка, которая может быть одна из наиболее ярких, понимаете, которая совмещает в себя все виды искусства. Это театр, кино, музыка, балет, хореография, все-все-все, понимаете? То есть вот такой некий замечательный синтез, который можно дальше рождать, в котором можно все, что угодно. Я считаю, что это правильно. Да, да, да. Сейчас очень многие используют, кстати, вот искусство. Вот этот синтез. Классическая музыка играется под сопровождение 3D каких-то композиций за спиной и так далее, и так далее. И на это, вот на графику наделают все это акценты. Как вы правильно заметили, театр именно может все это соединить, и так интересно. Никаких опасений, что вот это живое искусство как-то будет вот затихать, утухать, нет. И речи быть об этом не может. Абсолютно. Да, конечно, нет. И как хорошо, что открываются новые перспективы в связи с этим. Как происходят репетиции сегодня, Алла Генриховна? Да, да. Потому что вот как приходил к нам Павел Анатольевич Карташов, ваш художественный руководитель, и он заявил, что он может репетировать с вами даже из Москвы при помощи вот этих новых интернет-технологий, да? Да, есть такое, да. То есть он смотрит, значит, как проходят репетиции и говорит, вот здесь то, здесь не то, и вот сделайте. Да, да, такое мы с ним тоже практикуем. Но с Денисом Евгеньевичем у нас репетиция происходит вживую. Вживую. Ну, понимаете, как бы, слава Богу, что есть такая возможность, что я встречаюсь с артистами, а это самый главный, как бы, важный контакт для меня, как для режиссера, именно вот, именно в этом сотворчестве, когда мы видим друг друга вживую, да, когда мы можем что-то подсказать, дать, показать, скажем даже так, потому что я в прошлом актер, и, как бы, я люблю это дело. То есть некоторые артисты не понимают, ну, с показа начинают понимать, что нужно делать. Ну, вот так вот складывается, что очень правильно то, что я с артистами работаю вживую. Ну, конечно, это же живое искусство. Как вы можете оценить уровень артистический для тех сотрудников, коллег, которые вот сегодня в СХТ? Что можно сказать о Труппе? Ну, однозначно, что это замечательно большая команда. Это ребята, живущие театром, любящие театр, понимающие театр, умеющие. Ну, это вот все те прилагательные, которые, как бы, должны составлять любой настоящий театр. Это театр, хороший, замечательный, профессиональный театр. Понятно, что Труппа должна обновляться, какой бы хороший ни был костяк, серьезные, сильные актеры, но обновление, оно, это новое вдохновение и так далее. Как у вас идет этот процесс в Труппе? Есть новые артисты, на которых вы можете делать ставку, и вы ими уже сегодня гордитесь? Есть у нас новые артисты. В этом году, прямо к началу нового сезона, к нам приехали отец и сын Притко, Олег Борисович. Семейная тема. Да, и Борис Олегович. Олег Борисович – заслуженный артист Казахстана. Да, да. И вот эти вот силы влезлись к нам в коллектив, оба они заняты в новой постановке «Остров Сокровищ», оба они играют, там, по-моему, нет второстепенных ролей. Нету. Оба они играют ведущие роли. Вот, так что и мы с ними вместе уже как бы и подружились, и в творческом плане, и в человеческом плане, поэтому новый приток, он постоянно есть и постоянно нужен. И публике нужно посмотреть на игру, оценить тоже, вот насколько придутся они нашей самарской публике тоже вот по душе. Денис, вы во многих театрах выступали, у вас такая география довольно обширная, и как режиссер-постановщик, и как актер. Самарская публика чем-то отличается? Вот есть какая-то специфика у Самары театральной? Ну, вы знаете, я познакомился с самарской аудиторией только вот в театре, в котором я делаю постановку, и в театре в Двакубишевске мы были, да, с вами. Вот, а какое-то отличие конкретное, могу сказать, что, наверное, самарцы больше идут к театру с такому классическому, понимаете? Да. Все-таки любят, когда есть, все-таки, когда на сцене есть артист, а не декорация. И это замечательно. Это да, да, это замечательно. Я тоже хотела сказать, что это вот не минус совсем, а это даже плюс, что вот наша публика ценит вот именно вот игру настоящих артистов, что мы к этому стремимся. К настоящему художественному такому отображению театральных всех постановок. У вас были такие проекты, как «Читаем Чехова», «Читаем Гоголя». Есть что-то в планах тоже из классики для самарской публики такое сделать? Ну, мы сейчас ведем переговоры с Аллой Генриховной. Я считаю, что мы можем, мы разговариваем о многом, да, о многом материале, драматургическом и литературном. И я думаю, что что-то все-таки будет более глубокое, серьезное в нашем дальнейшем творчестве. Не только сказки, но что-то мы будем делать. Да, в таком вот уже классическом. Давайте скажем так, не классическом прочтении, не классическом, классическое. Я обожаю Антона Павловича Чехова и Пушкина. И считаю, что, я опять же повторюсь, театр должен быть актуальным. Уже отошли, наверное, те каноны того театрального действия, которое было в 30-е годы или при Станиславском. Потому что сейчас другой ритм жизни, другая энергия. Поэтому мы следим, все равно ищем своего героя, времени, своего времени, понимаете. И в чем считается гениальность наших классиков в том, что они всегда будут актуальны. Что Пушкин, что Лермонтов, что Гоголь. Поэтому... А если не из классики, то, на ваш взгляд, герои нашего времени, они какие сегодня? Люди, на которых нам всем стоит обратить внимание? Вы знаете, наверное, основная яркая тема – это одиночество. И тема героя нашего времени – это одиночество. Неожиданно. Да, несмотря на тот рост всего мира, как вокруг много людей, и человек остается все равно один сам с собой. Понимаете? И вот эта глубокая душевная травма, которая существует у многих людей. Почему сейчас считается болезнь века – это депрессия. Да. Из которой сложно вылечить. Мне кажется, что вот это важно, об этом рассказывать не только в кино, но и в театре. Да, ну вы как режиссер чувствуете, да, людей, это отличительная черта такого анализа, философии даже некоторой. Удивительно. Действительно, об этом стоит подумать. Не как уж я на что-на что могла подумать. Неожиданно. Скажите, Алла, вы в грантовых каких-то программах участвуете, ваш театр? Делайте на это ставку, чтобы… Нет, в самих грантовых мы не участвуем, потому что мы вот уже третий год будем участвовать в программе «Театр детям». Программа Министерства Российской Федерации, фонда Сергея Безрукова. Именно в этой программе мы поставили и «Аленький цветочек». Именно в этой программе мы сейчас работаем над «Остром сокровищ», «Ромео и Джульетта». И в ближайшем будущем у нас премьера Антона Павловича Чехова «Чайки». Тоже в рамках этой же программы. И на будущий год у нас уже тоже распланированы постановки в рамках программы «Театр детям». Поэтому, честно говоря, мы просто уже не успеваем участвовать в грантах. Да, ну это как хорошо, когда не успеваете, это замечательно. Как происходит ваше сотрудничество с нашим муниципалитетом? Вы же муниципальный театр. В чем вы ощущаете поддержку? Поддержку мы ощущаем реальную, потому что наш муниципалитет нашел нам прекрасную площадку. И мы с прошлого года, благодаря нашему муниципалитету, находимся в прекрасном зале Дворца культуры железнодорожников имени Пушкина. И, наконец-то, нам туда приятно, не буду говорить других прилагательных, приятно пригласить туда публику, потому что за это помещение, за этот зал не стыдно, как было раньше, к сожалению. И поэтому, тем более, мы стараемся не только удержать, но и всегда повышать свой уровень, соответствовать высокому названию Самарский художественный театр и находиться в этом прекрасном историческом помещении. Я знаю, что на премьере спектакля Романа Джолиета была глава Ленинского района. Да, да. Это тоже мы отметили, что... Да, и Елена Юрьевна приходит к нам, это уже не первая премьера, на которую она к нам приходит, тоже спасибо ей большое. Она всегда, она вспомнит и держит нас во внимании. Да. Ну что ж, собственно, о новостях вы рассказали, о планах тоже. Может быть, еще что-то, вот, вниманию вашей аудитории, публике есть что сообщить? Такого интересного, да, о чем мы еще не знаем. Да, вот интересное для нас, что успешное, например, успешное выступление на фестивале в Болгарии принесло нам не только высокие дипломы, но еще и приглашение на гастроли на будущий год. Поэтому, если все будет удачно, то мы планируем гастроли в Болгарии летом следующего года. Да, ну вот это такая новая веха вашей деятельности, очень заслуженная и почетная. И ответственная. И ответственная, очень ответственная, да. Вы принесли такие афиши, я обратила внимание, что они очень качественно сделаны. Скажите, как вы представлены в соцсетях, где можно найти перечень ваших спектаклей? Сейчас же можно купить билеты, как говорится, даже к кассе подходить не нужно. У нас сайт, который называется «Морский художественный театр». Если вы наберете театр витражей, то все равно будет ссылка на наш сайт. Пожалуйста, заходите. Также мы во всех соцсетях абсолютно есть и располагаем там, размещаем свой репертуар. Да, вот что делает время, да, и с театром, и со всеми с нами, да. Покупать билеты в театр мы можем уже, не отходя от компьютера. Единственное, с чем я позволю себе не согласиться, смотреть спектакль в соцсетях и вообще вот в записи не стоит. Нужно идти и смотреть его вживую, потому что, ну, потому что живая энергетика, идущая со сцены, ее ничем нельзя заменить, и, конечно, видео-версии все равно этого не передадут. Да, есть влияние времени. То же самое, что с музеями происходит, потому что они тоже поменялись кардинально, но это абсолютно другая тема. Ну, вот как сказала руководитель, ну, я даже не помню, Третьяковки, по-моему, она сказала, дорога к музею должна быть короче. И то же самое и к театру, и ко всему искусству, которое и само меняется, и люди меняются. В общем, мы живем в интереснейшее время, и тем интереснее нам, зрителям, следить за теми постановками, режиссерскими находками, вот таким направлением, видением режиссера нашей вот даже будущей какой-то реальности через классику тоже. Все это очень интересно, и спасибо вам, что вы все это делаете. Будем теперь следить за вашим творчеством, сотрудничеством. Вам спасибо за то, что пригласили нас. Да, спасибо за беседу. Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся, прощаюсь я и с вами. Всего хорошего, до свидания. Приходите в Самарский художественный театр, театр витражей. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok